О борьбе с ВИЧ-инфекцией, о том, как обезопасить себя от серьезной и страшной болезни, мы говорим с главным врачом клинического центра профилактики и борьбы со спидом. Валерием Кулагиным. Валерий Викторович, здравствуйте. Добрый день. До 2000 года Краснодарский край занимал второе место по стране по количеству ВИЧ-инфицированных после Калининградской области. За почти десятилетия ситуация кардинально изменилась, сейчас мы на 22-м месте. Как вы считаете, как удалось достичь таких результатов? Ну, вы знаете, прежде всего нужно сказать, что очень большое внимание уделили сразу, вот в начале, в 89-м году, уделили именно развитию самой службы. Даже бывший главный санитарный врач Геннадий Григорьевич Онищенко, когда посещал Краснодарский край, удивился, что на 5-миллионный край такая мощная служба была создана. Но на самом деле это было оправдано, создание 5 центров на сегодняшний день, вот 5 центров, 42 лаборатории, 3 отделения, около 300 коек для ВИЧ-инфицированных. Было оправдано, потому что математическая модель развития ВИЧ-инфекции на Кубани предполагала, что уже к 2010 году у нас больше миллиона должно было быть ВИЧ-инфицированных. То есть, если бы в ситуацию не вмешались медицинская общественность, администрация края, создали мощную службу и взяли под контроль лечебные учреждения, бытовые предприятия. Ведь не секрет, что ВИЧ передается и половым путем, и вертикально от матери к ребенку. А самое главное, это может передаваться через грязные шприцы, через грязные инструменты, будь то маникюрные, педикюрные, будь то инструменты для тату, для пирсинга. И наша задача изначально была не допустить передачи ВИЧ-инфекции в лечебных учреждениях и в предприятиях, которые оказывали бытовые услуги. И нам это удалось, и действительно сейчас по сравнению с 89-м, с 90-м годом Краснодарский край уже на 23-м месте в Российской Федерации. И вот та математическая модель, которая была рассчитана в начале развития эпидемии, она не имеет места на сегодняшний день, именно благодаря принятым всем усилиям. Скажите, на сегодняшний день в Крае сколько зарегистрированных ВИЧ-инфицированных? Более 28 тысяч, почти 29 тысяч ВИЧ-инфицированных. Но я должен оговориться, что это все ВИЧ-инфицированные, которые были выявлены на территории Края с момента первого выявления 1987 года. К сожалению, часть из них уже умерла, часть переехали в другие территории. На сегодняшний день на учете в нашем центре живых людей, которые посещают центр, получают помощь, около 18 тысяч. Какие это категории граждан? Ведь известно, что в последнее время риск возникновения ВИЧ-инфекции смещается в сторону и социально благополучных категорий. Ну, в Краснодарском крае уже достаточно давно произошло это смещение. У нас, по счастью, очень быстро исчерпалась когорта лиц, которые заражались внутривенно при употреблении наркотиков. Хотя в 1996 году они составляли больше 90%. А на сегодняшний день почти 80% это лица, которые заразились при обычных половых контактах. И понятно, что увеличилась доля женщин среди ВИЧ-инфицированных. Раньше это было 1 к 3, потом 1 к 2, сейчас 1 к 1. Практически 50-50, 50% мужчин, 50% женщин. А значит, это более социально сохранные, а значит, это роды, беременности, это рожденные детки. У нас больше 3,5 тысяч детей, рожденных на территории Краснодарского края, от ВИЧ-инфицированных мам. И, по счастью, очень мал процент передачи вертикальным путем. У нас только 143 ребенка из 3,5 переведены в разряд ВИЧ-инфицированных. Вот, кстати, мы подходим к теме. Кубань ведь стала одной из единственных в стране, где внедрили как раз-таки методику профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, верно? Ну, нет, нельзя сказать, что мы единственные. Мы просто первые внедряли экспресс-диагностику в роддомах. То есть, для того, чтобы, если женщина поступает в родильное отделение или в родильный дом, не обследована, ее тут же проводят экспресс-тестирование. И уже дальше нам понятно, как вести профилактику и ВИЧ-инфекции, и профилактику передачи внутрибольничной инфекции. Действительно, мы имеем диплом первой степени за внедренную в практику работу по профилактике вертикального путепередачи в Российской Федерации. Когда мы ее внедрили? Ой, это уже давно, уже больше 10 лет у нас лечебные учреждения, имеющие отделение или роддома в своем составе, они достаточно активно профилактируют. И, как правило, если женщина наблюдается в женской консультации, если она вовремя начинает лечение, как правило, это заканчивается рождением ребенка здорового от ВИЧ-инфекции. Скажите, а были ли когда-либо зарегистрированы случаи внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекции? Или вот все настолько строго у нас и все подконтрольно? Ну, вы знаете, вот нас и Бог миловал, и сами мы прикладывали очень большие усилия для того, чтобы не допустить. На самом деле у нас очень сложная ситуация. Вот посмотрите, мы как волк красными флажками были обложены территориями, где была внутрибольничка. Это Элиста, это Волгоградская детская больница, это Ростовская область, это Ставропольский край. То есть практически мы полностью окружены территориями, где были вспышки достаточно большие внутрибольничные инфекции. К сожалению, большая часть в детских отделениях. Вот Краснодарский край отличается от Юга России именно тем, что у нас до сих пор не было и, я надеюсь, не будет внутрибольничной инфекции. Скажите, а как проходит лечение ВИЧ-инфицированной? Как они получают лекарственные препараты? То есть как диабетики, они получают там инсулин бесплатно. Здесь такая же схема или они приобретают их самостоятельно? К счастью, государство гарантировало и бесплатную диагностику, и бесплатное лечение ВИЧ-инфицированным. И мы всех убеждаем обследоваться хотя бы раз в год каждому сознательному человеку. Для чего? Чем раньше мы выявляем ВИЧ-инфекцию, чем раньше человек становится и наблюдается в лечебном учреждении, тем раньше мы начнем лечение, и, к сожалению, оно пожизненное, да, как вот вы упомянули про сахарный диабет, там тоже пожизненное, как правило, лечение, и оно бесплатно. Бесплатно, несмотря на то, что достаточно дорогостоящие препараты, это один из элементов убеждения того, что нужно обследоваться, не нужно бояться этого заболевания. Сейчас ВИЧ-инфекция переходит из разряда стопроцентно смертельных заболеваний, которые приводят к смерти в итоге, переходит в хроническое заболевание, которое может протекать у человека всю жизнь, и он проживет ровно столько, сколько ему отмерила природа. Поэтому не нужно бояться обследоваться, не нужно прятать в голову песок, как страусы, нужно знать свой диагноз, вовремя становиться на учет и получать лечение. Оно бесплатно для российских граждан. Но ведь симптомов никаких нет? Да, ВИЧ называют обезьяной всех болезней, есть такое выражение, потому что первоначально в момент заражения или после момента заражения, через несколько недель, через 2-3 недели может появиться гриппоподобное состояние, то есть недомогание, какие-то катаральные явления с подъемом или без температуры. И так же, как и обычное простудное заболевание, это проходит в течение недели, 10 дней, и человек забывает о том, что он перенес какой-то, говорит, ну перенес простуду и все. И в течение последующих 3-4, иногда больше лет, субъективно человек вообще не ощущает себя больным. В чем коварство ВИЧ-инфекции? В том, что человек, заразившись, от момента заражения в течение месяца у него резко увеличивается количество вирусов в крови, в этот момент он становится самым опасным, очень опасным для окружающих, ну в плане, если там незащищенные половые контакты или контакты какие-то кровь-кровь, но человек сам этого не ощущает. Если он до этого вел рисковый образ жизни, он не меняет этот образ жизни, у него продолжаются эти активные половые контакты и все остальное, и он в этот момент самый опасный, он очень много человек заражает. И то, что человек 3-4 года не подозревает о своей болезни, если он в этот момент не ходит и не обследуется вот для себя на ВИЧ-инфекцию, он поймет о том, что он болен только в те моменты, когда уже начнутся какие-то клинические проявления. То есть начнутся серьезные долготекущие грибковые заболевания, герпетические поражения, не просто малярия, как говорят, да, или там на губах высыпало, а уже серьезные вплоть до герпезостера, проявляющий лишай, и тогда только человек обращается в лечебные учреждения, либо с воспалительными заболеваниями, либо с туберкулезом, либо вот с грибковыми герпетическими поражениями, и тогда только ему делают анализ, и тогда только выявляется, что причиной всему этому оказалась ВИЧ-инфекция. И попадая к нам, мы начинаем проводить эпидрасследование, и выясняется, что этот человек заразился 3-4 года назад, и вот потом начинаются отслеживаться все его контакты. То есть это уже достаточно длительная, кропотливая работа. Ну и для самого человека, вы же понимаете, что в эти 3-4 года вирус делает свое черное дело в организме человека, и потом иногда настолько тяжело переносится, что мы из-за реанимации людей поднимаем на ноги, выводим из ситуации уже предсмертных. Слушайте, вы говорите, что есть такие звоночки в виде симптомов обычной простуды, почему тогда в наших клиниках не настаивают на том, чтобы мы шли и сдавали этот тест? Да нет, дело в том, что в клиниках как раз настаивают на том, что когда человек приходит и на диспансеризацию, или на госпитализацию в поликлинику, и ему могут предложить обследоваться на ВИЧ, но, к сожалению, очень многие наши граждане говорят, а что я буду обследоваться на ВИЧ? Я что, проститутка, или у меня там контакты какие-то многочисленные, или мне кровь не переливали, я нигде в лечебных учреждениях не был или не была, забывая о том, что мы все ходим под Богом. Иногда самые непредсказуемые бывают ситуации, когда человек может заразиться, но, по счастью, в быту этого не бывает, мы знаем конкретно, какими путями передается ВИЧ-инфекция, но, тем не менее, просто для себя, на ВИЧ, на гепатит, почему нет? Ну, с этим я согласна, да. Причем у нас все лечебные учреждения обязаны производить забор на ВИЧ-инфекцию бесплатно у российских граждан с проведением до и после тестового консультирования. То есть человеку нужно объяснить, для чего он сдает, какой может быть результат, как его интерпретировать. Потому что иногда человек приходит и говорит, доктор, я не знаю, зачем меня к вам послали, у меня же все положительно, вот у меня написано положительный результат. Вот я говорю, ну, к сожалению, это не очень хорошо, что он положительный. Ну и дальше уже начинаешь с человеком работать, чтобы он, в общем, представил себе, с чем он пришел, и какая у него болезнь. Ну вот столько лет прошло, да, а уровень просвещенности как-то пока, по-моему, не радует. Да нет, вы знаете, профилактические мероприятия, которые мы проводили, но они в основном уже были направлены на молодое поколение. И я должен сказать, что вот за последних 5 лет на 8% снизилась заболеваемость у лиц до 30 лет. То есть вот с молодым поколением мы уже поработали. И они сейчас сами продвинуты, они в интернете, в компьютерах, они любой вопрос могут решить для себя и принять правильное решение, как дальше себя вести. У нас увеличился процент лид заболевших, заразившихся ВИЧ-инфекцией от 50 и старше. Это то поколение, то пуританское поколение, которое при слое презерватив покрывается красными пятнами, которые до сих пор взрослые люди не знают, как ими пользоваться, этими средствами индивидуальной защиты. А многие вообще не пользуются. Бывает за 70 первичный ВИЧ. Да вы что? Да, ну а почему нет? Половым путем? Ну безусловно, конечно. Поэтому вот сейчас немножко опять меняется направление. Первое, в 90-х годах мы работали с лицами, употребляющими наркотики внутривенно. Ну по счастью, вот и наркологическая служба, и мы выправили ситуацию. У нас их сейчас не больше 20% из общей массы. А затем работали с нетрадиционной ориентацией группы. Это тоже достаточно благодатная когорта лиц. Они очень быстро поняли, как можно профилактировать, как использовать средства индивидуальной защиты. И на сегодняшний день там составляет ну несколько десятых процентов. А основное перешло в половой путь. Вот я говорил, почти 79% сейчас обычный гетеросексуальный путь передачи. Почему именно вот возрастная когорта? Потому что тогда, когда наши усилия были направлены на молодежь, мы шли на дискотеки, мы записывали какие-то клипы, видеоролики, направленные именно на молодежь. А вот старшее поколение немножко упустили. Мы считали, что это уже достаточно грамотные люди, прожившие жизнь, имеющие какой-то опыт определенный, в том числе и в этой сфере. А оказалось нет. Оказалось вот и пуританское детство, воспитание, когда нас воспитывал октябрята, пионеры, комсомольцы. Помните известную фразу, да, в Советском Союзе секса нет на прямом мосте между Америкой и Советским Союзом. Именно это и не позволило вот людям от 50 и старше услышать те наши профилактические увещевания, которые были направлены на молодежь. И сейчас у нас немножко изменился подход. Мы идем на предприятия. Есть договоренности с Министерством труда и с профсоюзными организациями. Мы стараемся охватить большие предприятия, не только в Краснодаре. Это речь идет о Краснодарском крае, там, где располагаются центры в Сочи, в Новороссийске, в Туапсве, в Ейске, в Краснодаре, там, где отделения располагаются. Мы идем в трудовые коллективы, где, как правило, людям уже там от 40 и выше. И рассказываем, объясняем, как нужно профилактировать. Да, сначала люди краснеют, опускают глаза. Но со временем, когда обычным человеческим языком доходчиво объясняешь, как это и чем это может быть чревато, я думаю, что это тоже возымеет свои действия. И через какой-то определенный промежуток времени нам удастся и в этой среде снизить распространение ВИЧ-инфекции. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо.